Привет, зрители! Вам надоела оригинальная игра, вы перепробовали все моды, они вас больше не удовлетворяют? Тогда эта программа для вас. Она позволяет создать вам свой собственный мир, свои собственные карты и истории. Программа разрабатывает всего лишь один человек, ему, конечно, помогают, но при всем при этом обновление выходит очень даже часто и регулярно, что мне очень даже нравится. Программа не сидит на месте, она постоянно разрабатывается. Ей, кстати, всего лишь один месяц от роду, но даже за такой промежуток времени сделано просто уйма работы. Вот серьезно, я себе вообще представить не мог, что в Crystal Reckens можно генерировать свою карту будет. Вот серьезно, ребят. Я особо сейчас показывать здесь что-то как не буду, сами посмотрите. Я вам просто сейчас покажу, где взять эту программку и как с ней вообще работать. Сейчас в настройке карты у меня стоит большая карта сейчас. Это не самая большая, там можно сделать себе карту еще больше. Есть еще province count настройка. Дословно, если перевести, то это расчет провинций. Но я так понял, это количество провинций и их размер. У меня сейчас стоит самый минимальный, то есть провинций у меня должно быть сейчас мало, но они должны быть большие. Хотя при этом, я бы не сказал, что они сильно большие. Если выбрать province count самый максимальный, то провинции будут настолько маленькие, что просто играть будет вообще неудобно. Также эта программа ничего не добавляет нового. Она все берет из оригинальной игры. Она просто меняет все это, перемешивает. То есть вы можете просто здесь встретить иконки, например, религии. Хотя еретического язычества я еще здесь пока не замечал в оригинальной версии игры. Но вот, например, вот эти вот иконки, это все уже нам знакомо. Но как видите, названия разные, культуры тоже названия разные. И свойства тоже перемешаны, собственно, этих религий. Также, конечно, по цвету сейчас сложно определить, где какая религия. Но это простительно, моду месяц. Поэтому это все пока будет разрабатываться. По экономике провинции что-то у меня как-то криво все сгенерировалось. Ну, за сто лет вроде должно все выровняться. Кстати, это очень-очень большая торговая республика у меня сгенерировалась. Вообще прикольно. Только здесь городов особо и нет. Так, ну короче, ребят. Сейчас, через секундочку, я вам покажу, где взять эту программу и как с ней работать. Вот мы сейчас на сайте разработчика. Ссылочка, конечно же, будет в описании. Здесь все, весь текст на английском. Можете посмотреть скриншоты. Здесь также можно просто не генерировать свою карту, а, например, использовать уже готовую. Вот, например, оригинальная карта. Вот вообще карта из Игры Престолов. Вот рандомно сгенерированные. И там внизу будет инструкция. Я в описании оставлю инструкцию чисто на русском языке. Скачать программку можно вот здесь вот. Кнопка Скачать. И жмем Скачать последнюю версию. Если у вас какие-то появляются ошибочки с этой программкой, скачивайте вот эту вот Net4.5. И все. И переходим к собственной программке. Итак, вот мы и в программе. Первым делом нужно выбрать путь к нашей игре. Выбираете путь и саму папку выбираете. И все. Сейчас нам нужно сгенерировать карту. Жмем Map Generator. Выбираем настройки нашей карты. Ну, например, сейчас хочу взять Providence Count. Давайте, пусть будет нормальный. И карта будет нормальная. Чтобы долго не генерировалась. Также можно порисовать свою карту. Это вот недавно добавили. Кстати, вот очень хорошая вещь. Можно сейчас прогенерировать ее, я вам покажу. Также при генерации программка может резко начать не отвечать. Не беспокойтесь. Программа работает, генерирует вам карту. Если вы указали огромные настройки, то это, конечно же, будет долго, и вам придется подождать. Вот, видите, как оно красиво все сгенерировалось. То есть здесь полет фантазии тоже можно. Здесь можно рандомно сгенерировать. Давайте это сделаем. Вот. Ну, мне, например, это не нравится. Можно еще раз. Также здесь можно указывать сид. Вы можете, например, скопировать его, отправить своему другу, и друг может сгенерировать точно такую же карту. Давайте вот такую карту, например, возьмем. Все. И жмем Generate Fall. Сейчас нам нужно выбрать папку, куда эта карта перекинется. У меня здесь уже создана папка Random Map на рабочем столе. Тоже такую сделайте себе. Жмем ОК. И все. Карта начала генерироваться. Видите, начала не отвечать. Все. Как только сейчас карта у меня прогенерируется, я включу запись. Теперь у нас программа спрашивает, используют ли эту карту для генерации истории. Конечно же, жмем, да. Сейчас она загрузится у нас. А вот теперь, чтобы играть на этой карте, нам сначала нужно сгенерировать саму историю. Здесь есть опции генерации истории. Я ставлю все средние. Переходим в вкладку Generate. И здесь жмем Start. Сейчас начнется сама генерация истории. Вы можете это видеть здесь. Вот политическая карта, карта религии, культуры и правительство. Начальная история уже была сгенерирована, и теперь генерируются сами года. Можете здесь это видеть. Эта цифра обозначает года. Сейчас она будет генерироваться в 2066 года. Я пока запись отрублю. Все, генерация закончилась. Если видите 2066 год, то все. Теперь можно карту экспортировать. Сейчас карта автоматически устанавливается как мод в папку документы. И после этого сразу можете заходить в игру, вставить галочку на мод с названием, которое вы здесь написали. У меня стандартный storygen. Сейчас она прогенерируется. Я покажу вам, как его там все включить. Все, отлично. А теперь запускаем нашу игру. Заходим в папочку мод. И здесь автоматически уже стоит галочка на storygen. Если не стоит, ставьте. Все, и встретимся уже в игре. Вот наша карта встречает нас прямо из главного меню. Все, сейчас мы ее и посмотрим. Давайте выберем начало. Как видите, сценарий вот. Тоже сгенерировалось, как мы там видели на карте программки. Самая первая дата примечательна тем, что здесь никого нет феодализма. А вот в этой дате уже почти все его приняли. Вот, сейчас можем ее рассмотреть. Империю генерирует. Можем сейчас пощелкать по сценариям. Я здесь, конечно, сейчас долго сидеть не буду, это уже. Ваше дело смотреть здесь, играть. Ну что ж. Я думаю, я вам все показал. Ваши вопросы пишите мне вконтакте и здесь на ютубе. Я, конечно, не сильно знаю много про эту программу. Ей всего месяц. И информации, тем более уж на русском языке, в интернете практически про нее нет. И вы задавайте вопросы, может вам кто-то ответит, может я вам отвечу, может что-то узнаем. Пайрама только делается и возможны ошибки, баги. Это все терпимо. Она очень быстро разрабатывается и я надеюсь, что все будет с ней просто отлично. О, Большая Амперия. Ну что ж. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. До встречи.